Привет, друзья! С вами Радио Медиа Метрикс и наша любимая программа о личном и безналичном с Дарьей Валянской, Олегом Дружбинским. Дарья, добрый вечер! Добрый вечер! Действительно, вечер добрый! Вот, у нас сегодня очень интересный гость, не побоюсь этого слова, легенда медиа. Ой, как я это люблю! Да, у нас в гостях журналист Евгений Додалев. Добрый вечер, Евгений! Добрый вечер! Добрый вечер! Евгений, мы сразу вот, БК, я извиняюсь за этот текст, но вы же сами любите провокации, правда? И штампы. И штампы. Ой, извините, у вас штамп упал. Спасибо, у меня другое есть. Это про меня. Да, это верно. Мы, знаете, мы вчера как раз вспоминали ОРТ, как начинался взгляд, у нас такая была интересная репроспекция. Я слушал Эрт, да. Прекрасная. Мы сразу вам первый вопрос. Как вы попали во взгляд, как он вас прославил? Как вы вообще там оказались? Я оказался, это с подачи Саши Любимова, которому я очень признателен, потому что у меня сложная ситуация возникла. Я не те имена упомянул в публикации, стал совершенно таким запрещенным журналистом, мог публиковаться только под псевдонимом. И Любимов, с которым так общаюсь, он говорит, ну а давай, тогда ты будешь вести взгляд, и все вопросы снимутся. Ну я это воспринял. Ну как, вот если бы, ну я не знаю, сейчас сказали бы, ну давайте к Путину, типа, помощникам. Я бы сказал, ну такой дурак откажется. Вот, то есть совершенно не воспринял это серьезно. Вот, а буквально через неделю он позвонил, говорит, в следующую пятницу эфир. Значит, приезжает там к трем часам, потому что, ну, днем на орбиту выходили, вечером на Москву. Я так уже, ну, напрягся, думаю. Потому что у меня опыта никакого не было вообще телезон. То есть я был пишущий, журналист, там, с проблемной дикцией, которая там у меня осталась проблемной. Так, думаю, ну ладно, приеду. Ну, приехал. И куча мифов ходила тогда по Москве, ну и вообще, наверное, по стране, что прямые эфиры, они все как-то, какой-то кабель идет. Один на Лубянку в КГБ, другой на Старую площадь ЦК, что-то как-то отсматривают. Хоккейный вариант, но с возможностью, значит, как-то там что-то остановить. И когда я понял, что вот ты садишься в кресло, и вот 170 миллионов, потому что говорят, что, кстати, вот такой был рейтинг. То есть из 220 население 170 смотрело. И вот ты вот, все, что ты сейчас скажешь, это вот окажется в домах. Я был просто совершенно поражен. Меня вот перепахал вот этот драйв общения с такой массой народа без каких-либо фильтров. Здесь даже не про цензуру, а вообще вот в принципе. Сразу резкий вопрос. Крышу снесло ведь сразу? Я уже был не юноша. То есть вот взрослый уже я был мальчик. И по моим наблюдениям, все, кто пришел во взгляд взрослыми, такие как Политковский, Мукусев, предыдущее поколение старшее, им крышу не снесло. А тех, кого называли мальчиками, в молодежной реакции, мальчики, ну, тройка. Первый Захаров, любимый Филистев. Ну, там, да, вот, крышу снесло, потому что, ну, действительно, когда не было же никакой электронной почты, письма приходили просто, ну, бумажные, мешками. Вот такой мешок, вот, мешок там, ну, лист, это Владу Листеву любит. Мешки писем. Ну, конечно, в общем, крышу сносило. Да, вот этот момент был, даже не в смысле того, что, ух, мы крутые, а что, я помню, вот, нетрезвого, любимого на кухне, у Вани Демидовна. Ты понимаешь, что мы фактически, фактически мы управляем страной. Как это? Ага, как классно. Ну, смотри, Горби, он же полностью лежит под шеей, значит, под шеварнадзе, членом полисбюро, министром странных дел, но у нас влияли. А мы на шеве через помощников влияем, как хотим. А в этом смысле, ну, больше не наливать. Саша, больше не наливать. Ну, это вот такие ощущения, вот, было, что вот мы, ну, мы вот реально крутые, потому что это продолжалось еще и в 90-х, потому что я помню, когда Влад Листьев запустил тему свою, сейчас-то вот зазвать випов достаточно сложно, а я помню просто вот эти сцены, когда редактор звонил какому-то министру, и потом возмущен, он говорит, Влад, он говорит, что у него какое-то совещание. Вот, говорю, что за фигня, скажем так. Какое такое совещание, мы сейчас разберемся. То есть, вот, типа, позвать министра, и он приезжал, там, не уже не говоря о членах Верховного Союза, сейчас дозваться, не знаю, председателя Думского комитета в эфир, ну, проблематично. Надо писать письма, долго писать. Это, причем, я там не говорю, не про себя, не про свои проекты, а вообще это на всех ресурсах. Ну, вот тогда четвертая власть взяла флаг и понесла. Ну, вот тогда это была реально четвертая власть. Вот в тот момент ощущение было. То есть, мы не понимали, что на самом деле мы разменные фигуры, что нами играют. Что нами играют по-настоящему умные люди. И у Ивана Демидова тогда вот этот терминолог был «толстый и тонкий», не имеющий отношения к российской классике литературной. А тонкий и толстый, в его понимании, мы были все тонкие. В том смысле, что мы светились в эфире, на подмостках. А толстые, это реально люди решали свои вопросы, используя нас. Кто эти люди, которые вам играли? Ну, там же несколько слоев или как угодно. Первый слой мы видели. Это там Саша Пономарев, руководитель молодежной редакции. Человек, про которого совершенно гениально, как я считаю, Володя Мукуси сказал, что у Саши Пономарева в паспорте, в графе «место рождения» написано «ЦК ВЛКСМ». Такой неменклатурный был человек. А за Сашей стали какие-то другие люди, которых мы уже не видели. И которые вот делали… Яковлев, ну так хотя бы приблизительно. Яковлев тоже был марионеткой. Там какие-то были люди, имена которых мы не знаем. То есть это люди были близкие некоторой к криминалитету. То есть это воры были. И это были люди… Знаете, вот такой был термин, по-моему, после греческого переворота в Греции, «черные полковники». А мы прибывали, что «серые полковники». Что есть люди, которые не стремятся на генеральские должности, не стреляют за… Потому что при смене очередного генсека или очередного президента, руководители ведомства, они на виду, их меняют. А вот этот костяк таких полковников, условно говоря, он, собственно… Полковники из-за занавески, да? Да, они, собственно, и решают все вопросы. И для меня вот было просто открытием, что я узнал это, на самом деле, уже… Я точно помню, как это было, не помню год. Были такие чёсы, мы выезжали зарабатывать деньги, на чёсы давали концерты с… Это рок-звезды. Да, с Политковским, с Сашей, приехали куда-то. И он, отвечая на какой-то вопрос, сказал, ну взгляд вообще придумали в КГБ. Я так думаю, что это он говорит такое. И потом я говорю, Саша, а он говорит, а ты чего не знаешь? Это всё вообще разработка, на самом деле, двух управлений, абсолютно предметная, адресная, с тем, чтобы отвлечь молодёжь от BBC, вот эти вот музыкальные номера, и вот проводить вот эту… И вот мне тогда стало обидно, потому что я был такой несистемный, я даже членов ЛКСМ не был вообще единственным. Я вообще в ВУЗе был единственным, не комсомолец. Я так себя гордо носил, мне когда говорили, а вот на картошку не поешь, а на комсомольское собрание. А я вот там, типа, я не член. Вот, а и вдруг вот я как-то оказался в системе, и меня это как-то вот… Ну не расстроило даже, а дико совершенно удивило. Я был вот изумлён совершенно. И, ну в общем, вот так что крышу, отвечая на вопрос, не снесло, потому что было понимание того, что нами играют. А вот кто действительно придумал программу? То есть, чайзи… Знаете, у любого успешного проекта находятся сотни родителей. Родителей, и каждый из них по-своему… Только у проигрыша нет. Только у проигрыша нет. Нет, там не по-другому. Не по-другому. Да. Каждый считает, что он придумал программу. И не без оснований. И не без оснований. На самом деле, изначально ставили Малкина и Прошутинская, Кира Прошутинская и её супруг тогдашний Малкинову, истоков этого проекта. И они отказались от этого проекта просто банально по причине того, что чуть-чуть было меньше финансирования, чем обещали. И они не верили в то, что это какой-то будет мега-хит. И они просто вот легко-легко этот проект сдали. Анатолий Григорьевич Лысенко, конечно, тоже вот у истоков и оснований. Сагалаева не назвать отцом нельзя, хотя бы потому, что он это название не придумал. Там было масса вариантов. Он сказал, что будет взгляд, и там был визг жуткий. И Захаров говорит, как столько одногласное, столько… То есть, в смысле, ну да, одногласная буква вообще не произносим, что за слово «взгляд». Он, не выбирая выражений, точно объяснил. Он сказал, что будет взгляд. Потому что она бы ходила, называлась в программах молодежная, развлекательная, вечерняя программа, что-то там такое, бла-бла-бла, без названия. Название было конкурсное, все предлагали свои варианты. А вот на тот момент действительно похожих программ, да вообще такой программы на телевидении не было. Вы были каким-то совершенно феноменом действительно на тот момент. И как таким молодым, красивым, успешным, талантливым людям вместе, как вы уживались? Не было ли зависти? То есть, какие отношения вообще царили? Знаете, я-то был и остался глуповат в легкую. У меня были иллюзии, что вот это такое вот… Самоирония – это лучший козырь. Я понимаю, да. Лучшее братство, что мы такие, что мы команда. И для меня было совершеннейшим открытием и шоком, когда я понял, что внутри коллектива, который мне казалось такой единый, и мы такие… Я думаю, что мы такие рационеры, что вот, ну как у Гребенчакова, у нас нет надежды на этот путь нас. Что мы там рано или поздно нас посадят там или там вышлют, но мы должны сделать то, что можем. Ну, так вот, на меня был полнейший. Вот, и я сделал для себя открытие, что на самом деле существуют конкурирующие группировки, жестко конкурирующие, такие вот там с кляузами, доносами и прочим. Это, ну, для меня такое было разочарование. Такое, ну, прямо вот я очень жестко обломался. А было как дело. У меня Листьев попросил какой-то сюжет сделать. Про какие-то спецсигареты для Брежнева. Ну, ужас, ужас, просто нарушение всех норм для Брежнева. Делались какие-то специальные там сигареты из виржинского табака. Нет, это сюжет, кстати. Да. Вот. И Любимов сказал, ты что, для Листа делаешь сюжет? Я говорю, да, вот я делаю. Он говорит, а какого, значит, этого самого? Вот, мы же с тобой работаем. Я говорю, ну как, ну, мы же вот команда. Он говорит, нет, ты выбирай, или ты со мной, или ты с Листом. И вот тогда для меня вот было таким открытием, я понял, что существует как минимум две группы внутри. На самом деле их было три. Конкурирующих, делающих какое-то общее дело, но делающих, во-первых, разные форматы совершенно. То есть передачи на самом деле отличались. Сейчас, когда я там по каналу, не буду называть, который показывает время от времени старые выпуски, когда работал над книгами, о взгляде, пересматривал, и думаю, во-первых, как это ужасно, ну, с точки зрения профессиональной, технической, что это, ну, просто это в смысле темпа, в смысле вообще вообще всего. И потом я понял, что это просто разные передачи, что вот разные вот эти коллективы, они делали разные и по темпу, и по верстке, и по всему постороннюю. Я понял, что в эфире иногда подставляли друг друга, да? Было такое? Нет. Как в театре, знаете, там подсыпят стекло. Нет, 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 да такое, нет, нет, в лучшем случае кто-нибудь кого-нибудь мог пытаться рассмешить или что-нибудь вот такое, на слабо попробовать. Бывали случаи, когда подстава возникала неожиданно, как же его звали, такой был политобогреватель, как политобогреватель по Японии Цветов, по-моему. Цветов, да, правильная фамилия. Книжку он написал 13 садком. Да, вот, он привозил из Японии все время разные какие-то вещи, все, баночка кока-колы, это же было чудо, которое там изучали, вертели в руках. И он привез банку саке, которая, когда ее открывали, она нагревалась, ну и становилась саке пригодным для употребления. И Влад не понял, что это спиртное, а у Влада были проблемы, ну как почти у всех нас, но у него там достаточно вот серьезные были проблемы. И он эту банку выпил прямо в эфире, мы прямились на вечер, и его развезло. И там вот была задача у выпускающего так выстраивать кадры, перебивки, чтобы он не попадал в кадр, чтобы его любимого смог привести в чувство. Меня не было на этом эфире, потом я узнал своего подноготного. То есть, это подстава не назовешь, это такая рабочая накладка, как оказалось. Скажите, я правильно понимаю, что где-то там в какой-то период Влад всех сожрал, ну скажем так. Кто лидером вообще был, негласным? Негласным лидером таким был, скажешь, Саша Любимов. Вот, во-первых, у него харизм. Но потом, извиняюсь, что я перебиваю, я помню, что Мукусев с Политковским как-то отвалили в сторону, потом Любимов тоже отошел. Они разошлись, нет, они не отвалили. Во-первых, слили просто Мукусева, Политковский-то остался в виде, и Мукусев – это единственный, кому не предложили акции, который не участвовал в акционировании. Захаров просто сам отказался. Политковский с Мукусевым, они как бы начинали, потому что они были, ну, примерно одной возрастной группы постарше, и с опытом они были те люди, которые смотрели, конечно, так, очень снисходительно на новичков. А лидером такой был Саша Любимов, причем он таким вот явочным порядком, у него стол появился, откуда принесли ему стол, секретарши у него были. То есть, хороший организатор. Да, ему нравится, он начал подписывать какие-то бумажки, визировать, не имея никакого статуса. То есть, у него такая же была ксива, как у всех, то есть, такая же запись трудовой книжки, но вот он явочным порядком как-то типа визировал что-то, это отказать, это… И как-то все это приняли, потому что вот такой у него природный авторитет. Ну, Сашка-то он такой, вот, ну, на самом деле, начальник. А вы сейчас общаетесь? Только если где-то пересекаемся, в каких-то там, ну, на дне рождениях и лета, вот, ну, так, выпиваем. Вы, кстати, обычно, я знаю, угощаете вискарем. Да-да-да, мы сейчас все организуем, просто я не намекаю. Я не намекаю, да. Вот, ну, и просто, когда он предлагает продолжение банкета, то есть, я знаю, чем это закончится, поэтому я… Порай еще уходите. Нет, я не еду просто, потому что я знаю, чем это закончится, потому что с Сашей же невозможно не перепить его, ничего, просто тупо помайся тело. Вот, поэтому, в общем, не общаемся. Я общаюсь с Иваном Демидом, вот, из тех, скажем так, людей с той команды, с Иваном Демидом, с остальными, только когда какую-нибудь, вот, делаю какую-нибудь документалку или что-нибудь, книжку пишу, встречаюсь вот по работе. То есть, это не общение, вот, приятельское, скажем. А как вы думаете, почему не у всех сложилась карьера в дальнейшем? А у кого не сложилась, кроме Мукусева? Ну, я имею в виду, такая журналистка все-таки, серьезная. Почему вы выбрали разные отрасли потом? Ну, как, ну, Ваня, он, я очень верю в гороскопы, вот, и Ваня, он по восточному погоду кот, то есть, он такой ищущий, вот, ему все время хотелось, ему хотелось быть вождем, вот, поэтому вот он ушел в политику. Я считаю, что это была большая ошибка, это была большая подставка, подстава вообще уходить в толстые. Вот ему нравилось вот это про тонких толстых, он придумал, и когда он был генпродюсером ТВ6, был такой канал, и он был самым таким передовым и самым новаторским в 90-х. И Пономарев был гендиректором, а Ваня вел этот вот свой мусобот в золотом ватнике, слово ватник не имело нижней коннотации тогда. Вот, и ему Пономарев сказал, ну, что-то, вот, типа, знаете, это фраза, что, Рабинович, вы либо крест не имеете, либо трусы наденьте, да. Вот, он сказал, что ты либо ты в ватнике, либо ты генпродюсер. И Ваня ушел из эфира, это была, как я считаю, то есть, это, в моем мнении, большая его стратегическая ошибка, что он пошел в начальники. Я считаю, что ошибка была, что он пошел в политику, потому что у меня есть знакомый в администрации президент, еще, кстати, вот, с тех взглядовских времен, любимский, как ни странно, все друзья, все как один по какому-то стечению обстоятельств. И они мне говорили, что мы от Вани ждали, что вот он придет, ну, и даст артиста такого, ну, такого, что-то креативного, ну, условно говоря, в батнике в золотом. А Ваня, наоборот, попытался встроиться, ну, дать такого чиновника, то есть, вот, все там, суббота, на работе. И как-то, вот, мне кажется, он не вписался, он обидится, если он услышит вот это, он обидится, но я, поскольку ему говорю в глаза, пишу в книжках, все они сейчас в эфире вам тоже скажут. Кстати, хороший вопрос журналистской этики, ведь вы один из ее основателей, я бы сказал. Или размывателей, если еще. Да, но я имею в виду по словам основателя, это во многом такую жареную подачу, я бы так сказал. Вы это всегда любили. И, кстати, по поводу журналистской этики, надо ли всегда говорить в глаза то, что говоришь за глаза? Вообще, вот с этим, вот с этим вам моментом. Ну, а почему это журналистская? Дело в том, что журналисты, это изначально профессия, в общем-то, она не самая... Вы знаете, мне когда говорят, что как вот можно делать то, как можно делать это, я две вещи отвечаю. Одна, это, собственно, цитата из Невзорова, потому что когда мы в 89-м году, первое его интервью такое... Сделали вы как раз. Да, да, сделали мы. Вы его открыли вообще, шурналистская. Ну нет, вот это вот него. Он был дико популярен на Ленинградском телевидении. Дико популярен. И слава о нем шла по земле русской. 600 секунд. Да, это просто была культовая программа. Мы как раз на нем, ну, полакомились им. То есть мы сделали, да, себе такой сюжет, показали его. Нет-нет, это будет, в общем, совсем не скромно. Говорить, что... Я взгляд вообще открыл как-то Глебыча. Он мне сказал, что вот есть такая присказка, что в доме повешенного не говорят о веревке. Так вот, наша с тобой профессия — говорить о веревке. И когда мне говорят, что вот журналист должен то, журналист должен это, я всегда говорю, вы знаете, вот давайте мы скажем, вообще, что это за манера, допустим, у мужчины рассматривать женские гениталии с утра до ночи. Это как? Это принято вообще? Это хорошо? Но есть такая профессия — гинеколог. Или проктолог есть такая профессия. В общем-то, не принято... Еще лучше. ...смотреть. Но это наша профессия. Вот есть термин там «разгребатель и грязенький». Вот, ну, репортерская профессия, она да, она вот не самая такая вот этическая, скажем так. То есть это ремесло? Это ремесло, и если ты его принимаешь, если ты вписался, вот если ты там, не знаю, не ресторанный критик, или колумнист, или обозреватель, если ты репортер и журналюга, то да, то ты должен тогда вот играть в какие-то правила. Если ты позиционируешь себя как журналюга, есть хорошая фраза такая, он позиционировал себя как честный человек, да? Если ты позиционируешь себя как журналюга, ведь тебе может прилететь ответка, и про тебя могут начнут говорить гадость. Да, и прилетает, и я часто становлюсь вот как бы, ну, условно говоря, жертвой. Вот у меня был эпизод, я знаю, что... ты Испанию любишь, очень про Испанию. В Испании был этим летом эпизод. Мне звонят из Москвы с канала, я не знаю, наверное, не будем называть канал, но такой достаточно известный. И говорят, вот у нас делается фильм про историю рока, про как журналисты продвигали рока. Я говорю, это совершенно моя тема, потому что взгляд очень занимался. Он говорит, нам очень бы хотелось. Я говорю, знаете, я сейчас в Марбее, поэтому, сори, не получится. Они говорят, а мы пришлем вам чека. Здесь я должен был бы напрячься, думать, ну, с какого фига, да? Такая срочность. То есть я не понял, к чему вообще это было. А должен был бы прикинуть, что была определенная дата, определенный юбилей. Со мной журналист встретился, беседовал минут 50, и потом выбрал оттуда 5 минут некой темы, на которой я, в принципе, не разговариваю отдельно, вот в силу там своих семейных обстоятельств. Как бы в контексте 50-минутного разговора не упомянуть этого человека, этот коллектив. Ну, было бы странно, если мы говорим. Но когда отдельно я говорю про это, и потом я смотрю анонс, увидел анонс, что вот типа Евгений Додалев вот говорит о... Я просто в Фейсбуке, слава богу, есть такой инструмент у нас, да, мы с вами друзья всегда на Фейсбуке, набрал руководителю, ну, соответствующее подразделение. Я говорю, что за фигня вообще происходит, что-то за подстава своих-то что подставлять. И, в общем, это бы эфир не вышло, но в анонсах прошло, и вот бывает такое, что вот как вот можно с человеком сидеть, разговаривать с ним, знаете, вот пить виски, кофе, а потом взять и вот его подставить. Ну, вот так такое бывает, к сожалению, я с этим сталкиваюсь сам. А вам сейчас вообще интересно работать на телевидении сегодняшнего дня? Или все-таки интереснее было тогда? Нет, тогда было, конечно, интереснее. Потому что это было, ну, во-первых, не было цензур. Это все было впрямо. Это все было вновь. А это хорошо, когда нет цензуры на телевидении? Для журналистики, наверное, да. Наверное, хорошо, потому что цензура иногда доходит до абсурда. Потому что принимаются некоторые законы. Я вот буквально, вот когда? Позавчера, по-моему. Нет, вчера, вчера говорил с Мизулиной, с нашим депутатом. Я говорю, вот вы приняли закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди детей, что-то такое. А знаете, что мне запрещают произносить в эфире слово гей-парад? Потому что термин гей-парад трактуется многим как пропаганда гомосексуальных отношений. Что существуют какие-то инициативы, а потом трактовка их у исполнителей бывает просто абсурдной совершенно. Поэтому фильтры, может быть, и нужны какие-то на предмет нравственности. Но то, что я знаю, у некоторых людей были проблемы с якобы пропагандой наркотиков. Это как в анекдоте. Жопа есть, а слово нет. А слово нет. Да, это именно так. У меня были, когда я был руководителем издательской структуры, в мужском лицензионном издали FHM, который, кстати, сейчас закрывается глобально, его закрывают, в принципе, во всем мире. Дома у нас Дима Мишенин, питерский такой андеграундный художник, написал что-то очень смешное и достаточно невинное про траву. И мы получили предупреждение, вот эти все эти организации, какие-то письма. Работать тяжелее стало. Стало, потому что расценить можно все, что угодно. Сейчас нас с вами тоже могут обвинить, потому что мы что-то там пропагандируем жопу. Я хотела спросить, есть какой-то список гостей, например, у вас в программе, которые вы не можете пригласить к себе? Или вы совершенно свободно выбираете того, кто вам ввели? Нет, я объясню, почему я не выбираю, потому что я не хочу брать на себя ответственность. Потому что там, ну я скажу, там Саша Вулых, он же Вулых, товарищ мой давний, который был, кстати, у вас недавно. Перед концертом пришел и что-то там, и только свои там стихи читал, и доля была низкая. Ну условно говоря, доля была отличная. Ну вроде как я буду виноват, и вроде как. Поэтому мне проще, когда это делают специально обученные люди, продюсер, у меня есть право в это. То есть я могу сказать, что ну просто будет больно. А лучше не надо, а то будет еще хуже. Да, то есть я не отказываюсь, но будет просто вот. И бывало, кстати, такое. Бывало. Но ведь всегда, мы же еще помним советское время, когда много можно было сказать между строк, там вот это все. Ну это было отдельное искусство. Жопов. Мы его утратили. Утратили его. Ну конечно, это было отдельное ремесло, вот эти какие-то посылы. В этом тоже был какой-то свой кайф, там поставить верстку программы, что репортаж с выставки гобеленов, а потом на этой выставке гобеленов кто-то из нас случайно встречает Тельмана Гдляна, следователя. И вот в этом был свой кайф, конечно. А вам важно, чтобы было комфортно во время интервью с человеком, чтобы вы на какой-то одной волне были? Очень важно. Очень важно, потому что бывает иногда, что человек приходит и думает, ну зачем ты пришел? Вот если тебе вот, если я понимаю, что это какой-то или идеологическим несовместимый, или что-то в общем как-то человек вот думает, ну вот эфиров мало не бывает, что ли? Ну пойди к кому-нибудь другому. Ну зачем ты вот сюда пришел, и мы оба мучаемся? Такое бывает часто. А с кем самое некомфортное было интервью? Кроме Идова. Я посмотрела. С Идовым ситуация была, чем ужасно, что он был спущен по службе маркетинга, потому что в его журнале шли какие-то свадебные платья наших ведущих, а мы должны были дать ответку. То есть это был бардер. То есть фактически я даже не мог как-то вот отвязаться. Потом, честно говоря, когда я понял, что главный редактор не знает, что такое гэлоп, я вот не мог понять, то ли это какой-то изысканный троллинг, потому что ну не может быть так, такой безграмотности, что главный редактор не знает тиража своего издания. Я мог пытаться понять, что... Ты дурак или прикидываешься? Да, вот он просто, я был в растении, тем более, что вы мне в уху все время орали, что он из маркетинга, нас трахнут, там надо... Я думал, ну как вот, типа, вот как вы хотите из ситуации. С Татьяной Лазаревой было очень комфортное интервью, потому что у меня раньше я в Фейсбуке, перед встречей, всегда, когда знал с гостя, я говорю, вот у меня будет то-то, что какие бы вопросы задали. Ну, такое было. И вот про Лазареву. И там не мой текст, а мои, ну, френды, как это называется, в Фейсбуке. Что-то такого она читала, видимо, и она пришла уже вот прямо кипя. В напряжении, да. Да. И второй момент, там, ну, начался там пиар какого-то, балла и все такое. Я говорю, предметно, должны говорить о чем-то, потому что, ну, ну, сейчас я вот приду к вам, я сейчас начну пиарить, говорить, вот расчетный счет такой-то, там, фантрайзинг, там, я не знаю, покупайте мою последнюю книжку. Думали, вы нам котенка принесете, мы ожидали, честно говоря. С этими котятами тоже было бы большое проблем. Не надо нам котенка. Ты прекрасно выглядишь, кстати. Здесь надо, что дальше. Зачем нам еще тут мимили? У нас с котятами было тоже сложно очень. Да, понимаю. Вот такой вопрос, который меня всегда интересовал. Вот клево же писать жареные всякие вот истории, правда, да? Рассказывает клевее. Рассказывает клевее. Да. Но вот на этом же, в общем, получается сделать карьеру в журналистике. Надо найти что-нибудь. Ведь мы, когда прожарили, мы же говорим не что, а как. У меня главный был принцип не врать, не лгать. А вот манера изложения... Вот совершенно не похожа. Я извиняюсь за... Спасибо. Нет, я старался. То есть, не всегда получается. Окей, хорошо. Тот же факт всегда ведь можно подать как сенсационный или как проходной. Это все зависит от манера. Сенсацию часто, не всегда, но часто можно сделать просто на ровном месте за счет какого-то намека, за счет там построения фраз, за счет того, что какие-то имена упомянешь до или после. А почему Вы выбрали эту тему? Проституция, криминальная хроника, расследование всякие... Страну волновало? Да, но вот это же самое горячее, самое жареное и самое вкусное. Ну, с проституцией, да, вот это как, мои 15 минут, это были вот эти репортажи о проституции в 86-м, да, в 86-м году. Да, очень все просто. Редакция Московского комсомольца, она располагалась там, где практически сейчас располагается, то есть на улице, в соседнем здании. А ближайшее место, где можно было выпить приличный кофе, это было Международный центр торговли, где сейчас тоже, по-моему, Краун-Плаза, там... Краун-Плаза, да, и кофе, и окружение. И мы туда ходили, ну, там, знакомились с девчонками, с путанами, которые там работали. Массу столько интересного узнали об этом. И просто как-то к слову, Гусев Павел, владелец газеты, а тогда просто обычный, главный редактор, полноводченный, да, смотрящий. Вот, сказали, куда это вы там со спектром, Петр Спектров, он сейчас шеф-редактор, тогда был редактором, спортивного дарья, да мы, с этими, с проститутками, кофе петь. Он так заинтересовался, говорит, а что такое? А вот, вот, вот же, вот материал. Я говорю, да вообще, и не вопрос, как бы, и сделаем, ну и сделали. Как-то красота. А вот, если бы, если бы представить какое-то интервью вашей мечты, с кем бы вам хотелось поговорить? Может быть, этого человека уже нет в живых? Он есть в живых. Есть. Он живее всех живых, его зовут Путин. Мне Путин очень интересен, просто я хочу вот понять, просканировать, вот, человек, просто вот, не что-то узнать, а просто вот посидеть, вот, как я сижу с вами, и вот понять, что это такой человек, который, вот, ну, ну, для меня непредсказуем. Я настолько не могу понять, вот, что и как. И вот попытаться его, как-то вот, хочу понять, вот, то, что он делает, он это делает, вот, он Штирлиц такой, который оказался, вот, там и выполняет какую-то миссию совершенно не ту, которая была ему предназначена. Очень интересен. А какой вопрос вы бы ему вот задали? А это нет, и даже вопрос и не имеет значения. А вы вообще проницательный человек, да? Нет. О себе как думаете? Нет, я абсолютно не проницательный. Знаете, у меня был работодатель такой, Родионов Сергей Сергеевич, который сдавляет издательский дом имени себя, издательский дом Родионова. Вот, он мне говорил, а я был там исполнительным директором, как бы у него, там тоже, смотрясь все. Он говорил, «Именич, у вас второе дно прям сразу под крышкой». Это хорошее заявление. Да, он, кстати, вот он точно очень наблюдательный человек. Так что нет, я достаточно, вот как был, наивным и глуповатым. То есть, с возрастом, конечно, опыт как-то помогает. сейчас если тебе это рассказывать, мне кажется, что, если обстоят, я такой вот... Ну, это же проще, чем потом кто-то скажет. Здесь сразу как-то раз там и поста, и вот, типа, скажешь, что он глуповатый. Так он же не скрывает. Вы знаете, это же, мы обожаем у Юлиана Семеновича Семенова, у него было. Так он все время опережает все вопросы, во-первых, я еврей, во-вторых, генерал КГБ, при том, что там не было никакой, никакой составляющей. Ну, и люди как-то терялись, потому что потом, ну, вот он сказал, и когда он уже уйдет, не скажет, ну, жид проклятый. Жид проклятый. Да, да, понятно. Так что как-то... Поэтому маску вы себе, конечно, выбрали шикарную, тут совершенно нет никаких других вариантов. А у меня не одна, я же близнецына, она же несколько. А какая ваша вторая маска? Да, они же как-то спонтанно, это не то, что вот я выбираю и калькулирую, это же как-то... Это же очень вот просто вот оно само по себе как-то формируется. Да, я понимаю. Но она там, видимо, в этой маске улыбки вот такой нет. Почему нет? Вы считаете, что они искренне улыбаются? Нет, искренне, абсолютно. Вы считаете, что можно присутствовать такой вот красивой девушке сидеть и вот просто вот сидеть насупившись? Нет, это... У меня вопрос, Евгений. Вы написали большое количество классных книжек. Почему «Алимоновы две», а «Новодворская» не одной? А «Новодворская» есть книжка. Ну вот... Есть книжка «Новодворская». Я как умею... А почему тогда «Две алимоновы» сразу? Почему вам интересно? Нет, с «Лимонов» это очень... Это уже даже ко мне не имеет отношения. Про «Лимонова» была одна книжка, просто у нас есть издательство, наверное, мы никак не будем там пиарить каких-то прекрасных, благородных людей, так и негодных. И они просто взяли и издали, сделав компиляцию из одной книжки, вот сделали сами по себе вторую книжку под другим названием, причем, скажем, кремлевские диггеры, что-то там, какая-то серия. И они... Три моих книжки они вот сделали такой, ну, как бы ремейк сокращенный про Галину Брежневу, про «Взгляд», кстати, одно. Ну, что с ними, судиться там или что-то там... Ну, сочтемся угольками на том свете. Смешно, да, как-то... Так что фактически она, то есть, как бы по номенклатуре две книжки, но по факту это одна. А вот о Новодворской хотелось бы немножко поговорить. Вы же достаточно, ну, дружили, да? Ну, я бы так не сказал. Ну, приятельствовали, да? Тоже нет. Нет? А почему вы выбирали таких персонажей? Так это жизнь выбрала, ее выбрала жизнь, она ушла, и сразу же мне позвонил редактор и говорит, «А ты же там Новодворскую публиковал, давай-ка книжку сделай». Возникает ощущение, читая ваши интервью или книги, что вы близко с этими людьми общались? вот я почему-то против. И вот поэтому... Самодворская нет. Самодворская, изначально я воспринял ее как фрика, такого очень интересного. Она потрясающе хорошо пишет. Я никогда не разделял, конечно, ее взгляды, я считаю, что вот разделять вот ее взгляды. Я думаю, что она их сама не разделяла, там очень много было просто такого эпатажа. Как у Череновского, да? Ну, да. Только менее корыстного. И она, в общем-то, вы знаете, наверное, просто нехорошо говорить, что человек, когда он ушел, ну, раз уже, ну, я журналюга, я скажу, она производила впечатление очень неумного человека. Потрясающе хорошо владеющего словом. Очень хорошо. Но она просто очень... Мы как-то начали про Америку говорить. Вот тоже самая история, как, я не знаю, с той же, вот, замечательной, совершенно прекрасной писательницей Улицкой. Когда пришла ко мне в эфир, что-то Бубу, Бубу Путина. Я говорю, что Путин? Путин, ну, вы представьте себе, руководитель спецслужбы возглавляет страну. Я говорю, ну, минуточку, а Буш? Он возглавлял ЦРУ, потом возглавлял США. И опс! И сразу, я понимаю, что человек, во-первых, даже не может вести полемику, но пытается что-то, вот, и человек, который штампами, работает штампами, и когда их мысли, даже не готов какие-то пропустить. Вот у Новодорской было то же самое, пишет замечательно, прекрасно, просто с наслаждением читаю, но, ну, вот, ну, нехорошо, да, наверное, говорить, потому что она, во-первых, женщина ее не назовешь, да, она такая, межполовая была форма, но все равно ее с нами нет, ушедшая, поэтому я, грубо говоря, не скажу, но скажу, что вот не умная была, но любопытная. Я сейчас вспомнил не очень красивый эпизод, по-моему, времен конца 90-х, связанный с Новодорской, разговор об отношении внутри либеральной тусовки, в которой вы во многом принимали участие, это как мне представляется. Я помню, был эфир, то ли кукла, то ли что-то такое, и Шендерович, как всегда, шутит, и говорит о том, что вот у нас произошел коммунистический перворот в стране, и Новодорская сбежала из страны в женском платье. Не очень красиво как бы так было шутить, и в этот момент она ему позвонила в эфир, и начала его ругать, и говорит, как вы можете себе это позволять, вообще такое говорить, наш устав демократического союза запрещает, значит, иммиграцию из страны, то есть она вот про эту тему даже как бы ее не уловила. Но я про другое немножко хотел спросить. Дело в том, что вот есть такие шутки ниже пояса, как вот этот не очень хороши вообще по разным позициям. И во многом либеральная, назовем так, либерально-демократическая тусовка, к которой, я так чувствую, вы в каком-то смысле принадлежали, или не принадлежали, не знаю, не буду вежать ярлык, она себя очень не любит, ну, или внутри все время подкалывает и выставляет друг друга, как бы так на раскрыто, подставляет, вот так бы сформулировал. Вот вы как к этому относитесь? Тоже в доме повешенного веревки надо говорить? Да, это профессия. И вы знаете, у меня несколько раз были какие-то рефлексии в моей биографии. Вот с Ильяом Семеновичем Семеновым случился удар, когда я снимал фильм о нем, документальный, для BBC с Оливией Лихтенстайном, с режиссером, и просто вот на наших глазах с ним случилась вот эта странная история. и мы едем в больницу, я его снимаю, и Дима Лиханов, который меня в свое время познакомил с Семеном, он говорит, ты что, офигел? Вот что ты делаешь? Я подумал, действительно, что я делаю? инсульт, слюни, там вообще, то есть, я Ливия говорит, ты профи, ты должен это делать, ты документируешь, я говорю, я не могу, он мой учитель, он мне там, как отец, бла-бла-бла. Потом я про эту историю, с очень многими людьми в моей системе, когда меня очень авторитетными, спрашиваю Киру Прошутинскую, я должен был снимать? Она говорит, конечно, конечно, ты должен был снимать. Вот ты журналист, вот ты должен был вот это снимать. Вот если ты видишь, это мне другой говорил, ты видишь, человек тонет, ты сперва фиксируешь это быстро на гаджет, потом его вытаскиваешь, а лучше правой рукой тащишь, а левой снимаешь. Ты журналист. Вот поэтому здесь мы должны определиться. То есть вот, если я занимаюсь этой профессией, то да, у меня каких-то вот общечеловеческих принципов, я от них отказываюсь. То есть они отключены, да? То есть так как проктолог отказывается тоже там, он выбирает такую вот профессию. Да, непросто. Ну что ж, вообще, честно говоря, тут есть о чем поспорить. Хорошо ли? Давайте так, как бы, вы верите, что потом там, вот на том свете за это прилетит? За это, конечно, нет. Я много таких вещей сделал в жизни, ну, по которым меня по карме, я как бы, ну, не скажу, что святой, но я, в общем-то, я не предавал, я очень многих спасал, очень многих помогал, и я был настолько честен, что, опять же, вот я единственный, кто в комсомол не вступил. для многих это как идиотизм, человек, в общем, себе в той системе координат 70-х просто закрыл дорогу вообще во все. У меня даже в ВУЗ, у меня в МГУ документы не приняли, сказали, ну, ты не комсомолец, чего-то. Я к маме своей, у меня мама преподает в моей, не смог документы сдать, экзамен, потому что мне сказали, ну, мы на космос работаем, вообще, парень, ты что, ты не член ВЛКСМ. Поэтому я считаю, что какие-то вот... То есть еще в юности была принципиальная позиция такая? или глуповатость. Называйте, какая, так сказать, здесь терминология может быть разная. Да, поэтому я считаю, что вы у меня покарми... Но вы совсем не производите впечатление глупого человека, я надеюсь, вы это понимаете. Ну, а поступки, разве не говорят сами за себя? Ну, взять и не вступить в комсомол, когда это был маст. Вообще вот... Потому что протест некий такой юношеский был? Ну, да, конечно. Все вступают, и хорошо. То есть вы не боитесь, что там вам придется за все учить? Нет, я абсолютно... Я вот по такому гамбургскому счету, по большому, если мы сейчас уже вот безъерничество говорим, я считаю, что... Опять же, ну, не святой, конечно, но я считаю, что если я вот смотрю вокруг, и я знаю про людей, с которыми я общаюсь, что они сделали, или чего не сделали из того, что должны были сделать, но я считаю, что да, мои прегрешения, они настолько... мизерные по сравнению с теми вещами, которые я сделал, в смысле, помогая людям, про которые я там не бью себя в грудь, не говорю, что вот я вот то-се там и старушку через дорогу перевел, и все, что заработал, там, в детский дом отдал. но я просто сам-то я про себя это знаю, знаете, сложнее всего себя обманывать, остальных-то достаточно легко, а про себя знаю, поэтому сплю абсолютно спокойно в этом отношении, то есть я вот... У вас такая цельная позиция, можно просто позавидовать, мне кажется. Ну, лучше поживеть. Хорошо, хорошо, а что вот такое ощущение еще хотелось бы сделать? Вот вы много в журналистике пробовали, вот есть какая-то тема, которая кажется сейчас актуальной? Тема? Нет, мне кажется, что у нас на самом деле это, наверное, сейчас как-то прозвучит опять же очень каким-то штампом, мне кажется, что мы никак не поймем, что мы отдельно совершенно страна, Россия, что не надо нам вот все время копировать западные шаблоны, все время стремиться стать... Ну, я понимаю, как это звучит, свой путь скрепа, то есть я понимаю, но я так чувствую, что у нас только на самом деле вот есть своего, мы все время пытаемся делать, ну, франшизу, и иногда очень хорошую, потому что там, я не знаю, ну, наш голос там, ну, по проекту «Голос» на Первом канале, он там, ну, из лучших там. У вас про Градского книжка, да, тоже замечательная совершенно. Вторую не хочет. Поэтому мне бы вот хотелось как-то, вот я даже не знаю, до кого-то стучать, сказать, ну, давайте что-то мы можем свое сделать. У нас отличные были проекты, аутентичные абсолютно, отечественные, которых не было аналогов западных, а у нас вся, сплошь франшиза. Любой сериал, даже успешный, это лицензионный, это самый-самый простой, простой путь. Я как вот, руководитель издательского дома знал, что ты запускаешь лицензионные издания, не паришься вообще, потому что сетевые агентства туда становятся сразу. Они FHM, знаем FHM, Nike туда просто как себе домой. Это не то же самое, что ты сделал журнал FHC, и должен бегать, и показывать, а у нас здесь то, у нас здесь это, у нас здесь рубрику, это ведет. Я понимаю, что это простой путь, но у нас же должен быть свой путь. Но мы точно... Я, кстати, абсолютно здесь солидарен. А вот как до них... А тут надо какие-то примеры, исторические аналогии. Вот вы сейчас говорили, я как раз думал о том, почему все время нас сравнивают. Ну, давайте представим себе, вот я задам вопрос, а входили ли римляне в греческую культуру? Как они к ней относились? К римской греческой культуре? Ну, а не на то, это было на самом деле. Да, внимание. Но это была другая культура, и не надо ее делить. Есть римская греческая культура, есть российская, европейская. Давайте мы как бы тоже поймем. Вот мы сейчас о Средиземноморье заговорили, и я себя просто не прощу, если я не спрашиваю. Вы же много путешествуете? Где больше все нравится? Испанию обожаю. А вот почему? Испанию обожаю из-за испанцев. Это удивительное, просто я открыл для себя, что вот могут быть люди с чувством собственного достоинства, и при этом без снобизма и папоса. Вот не как вот у французов, которые, да мы французы, все остальное вообще там, или там англичане. У испанцев удивительно, что они вот как бы и себя уважают, и при этом они очень доброжелательные, открытые. То есть вот это ни на кого не похоже. А вы в Испании везде были? Ну, я бы, наверное, сказал, что везде. А где не были? В каком регионе? Я в Бильбау не был. То есть вот... А Сан-Себастьяне? Был, да. Фантастично. Да. Нет, ну, архитектура, кухня, это как бы... Нет, во-первых, если мы говорим про спиртные напитки, вас можно говорить, тут текила, это единственное, у вас виски пьют, вообще не понимаю, что такое виски, но никогда не понимал. Я расскажу, я расскажу, сейчас у нас эфир подходит к концу, я расскажу, почему в виске так много силовой. Текила, это вот единственный из крепких напитков, которые я могу пить, и могу пить много, и с удовольствием. Мы будем знать теперь. Да, да. Вот, ну, вообще, мне так стыдно, что я испанского не знаю, что я такой вот... Очень легкий язык. Ленцяд, да. Зато у нас Даша его знает. Да, я в курсе. Это велик. Нет, Испанию, Испанию просто обожаю. То есть просто комфортно в своих видах. Вот мне нравится все, да, вот очень нравятся испанцы. И вот я очень верю, что... Они как дети, мне кажется, абсолютно. Ну вот, они прекрасны совершенно. Вот испанцы прекрасны. Потом я верю в то, что вот в теорию, так сказать, я называю это теорией горшка, что всегда вот земля, что вот если человек, он переезжает куда-нибудь, в какую-нибудь страну, с ним происходит определенная метаморфоза, хотя он может потреблять то, что потреблял в смысле и в смысле еды, а в смысле вот культуры, то есть и общаться по скайпу каждый день, а все равно вот он в этом горшке начинает вот забирать из почвы что-то другое. Вот из испанского горшка хочется забирать. Замечательные сейчас были слова. Я понимаю, да, испанский горшок с земли хочется даже, наверное, возить с собой в Паркморсковую Москву. Особенно сегодня, да. Да, друзья, наша передача подходит к концу. С вами были Дарья Валянская и Олег Дружбинский. Передача о личном и безналичном. Мы сегодня беседовали с легендой российской и советской даже журналистики Евгением Дружбинского. И современной. Да. Мне так не хочется потреблять современной, потому что мы очень ждем от Евгения, что он еще всем покажет, где на самом деле... А то он давно ничего не сделал, еще такого... Все он так уже только сделал. Все его в прошлом. Чувствую, что что-то новое еще на подходе. В общем, очень приятно все это слышать. Особенно слова внутренний мир, который достаточно гармонично сформирован, вызывает зависть, Евгений. Я, честно говоря, с большим удовольствием спасибо ему, когда мне завидуют. А-а-а, вот это тоже самое. Просто чувствую, что у человека была классная жизнь. Да, у него была классная жизнь. Давайте помянем меня. Это и есть, безусловно. Прекрасная ирония у человека. Все-таки с такой иронией надо, наверное, было родиться. И поэтому не вступать в комсомол, потому что это невозможно было переносить без иронии. Ну что ж, друзья, мы с вами прощаемся. Спасибо вам, что были с нами. Хороших выходных. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся и услышимся в программе «Личном и безналичном». Всего вам доброго. Спасибо большое. Спасибо.